Друзья, Леонид Федоров по итогам матча с молодежкой Тамбова. Леонид Владимирович, голов много, оцените в целом итоги этой игры. Голов действительно много, такие игры больше нравятся зрителям, для тренера. Большая пища для размышления. В начале игры мы сами создали себе трудности. Детский футбол заканчивается, но детские ошибки, к сожалению, продолжаются. Будем разбирать. Затем героическими усилиями пытались сравнять счет. К сожалению, были моменты, но, к сожалению, мы их не использовали. Могу сказать, что было огромное желание у ребят, но, к сожалению, много тактических ошибок. Также проблемы в техническом исполнении. Могу поблагодарить ребят за старание. В принципе, к сожалению, не смогли сократить гандикап. Есть ошибки, безусловно, но необходимо сказать о том, что впервые в сезоне сразу три команды в разных местах в течение суток. Одна в Жигулевске, одна в Краснодаре, одна здесь, в Москве. И сегодня было всего, получается, 13 человек в заявке. Кадровый дефицит ощущается серьезно? Все проблемы, конечно, есть. Но у нас есть проблемы. Те люди, которые действительно искренне переживают за нас, о них знают. Половина людей, половина людям это просто неинтересно. Половина людей, может быть, где-то в каких-то моментах и рады нашим трудностям. Но мы о них знаем. Мы к ним были готовы. И пытаемся их преодолевать. Нет, я думаю, всем интересно. Вы так сказали, половина. Я думаю, процентов 75. Им интересно. Чертанова, как все мы знаем, спасет российский футбол. Рано или поздно. Может быть, вместе с Краснодаром. Но я продолжу эту деву. Усталость, она уже ощущается. Очень многие играют даже не на два, а на три фронта. Ну, безусловно. У нас группа игроков позавчера играла игру на кубок в составе ФНЛ. И сегодня ребята отыграли весь матч. Конечно, это неправильно. Просто мы можем немножко загубить ребят. Но у нас другого выхода нет. Поэтому, еще раз повторяю, мы как-то стараемся находить какие-то резервы. Но эти трудности есть. Поэтому мы как-то все равно пытаемся их преодолевать. Ну, и сейчас, наверное, на пользу пойдет некая пауза. Следующий матч только 17 октября. Но со Спартаком. Ну, в общем-то, неважно, с кем играть. В общем-то, пауза действительно пойдет нам, с одной стороны, на пользу. А с другой стороны, ребята, большинство ребят, которые играли сегодня, они будут участвовать в составе команд ЮФЛ-1 и также в составе ФНЛ.